всем привет добро пожаловать в новый влог сегодня у нас 1 марта поэтому поздравляю вас с первым днем весны хотя в польше его отмечают 21 марта но мне как-то так приятнее когда это доступает раньше очень-очень жду этого времени года самое любимое и у нас окном плюс 14 плюс 15 уже видно что скоро начнут цвести деревья появляются зеленые листья и вообще как-то так природа оживает и как будто у тебя даже появляются новые силы и по сравнению с тем что было неделю тому назад кстати эта неделя у меня была просто хардкорная я ничего не успевала снимать было дождливо как-то пасмурно и вообще мы только приехали из италии я думаю ну то ли ехать в варшаву то ли нет с одной стороны хочется с другой это тоже дорога ты устаешь и от общения в частности я думаю как раз не будет детей что ли побыть дома и отдохнуть вот прям одной одной но очень рада что я выбралась потом еще встречала и здесь с подругами в кракове и очень здорово что я на это решилась потому что как только вернулись дети из лагеря был полный трэш потому что и гнат зашел и я с порога заметила что что-то с ним не так и я уже знаете на глаз как опытная мама могу определить когда это простуда а когда это что-то более серьезное потому что у них просто так никогда не поднимается температура и гнат очень часто ловит ангины и к счастью сейчас есть в аптеках тесты они там стоят в районе может 12 долларов и можно самому проверить ангина это или нет на ранних стадиях и тогда вы гребитесь из этого к сожалению только при помощи антибиотика но гораздо проще и быстрее и нет вот такой знаете супер высокой температуры которую ты буквально не можешь сбить и я собственно говоря так и сделала я оказалась права конечно же ангина но ситуация у нас осложнялась тем что у захара была запланированная операция как раз вот по возвращению из лагеря и очень сильно переживала чтобы он не заразился от гната потому что она должна была состояться еще в конце прошлого года не хочу говорить какая но под общим наркозом и он тогда приболел немного обычная простуда на ее вот перенесли аж на через два месяца получается и все сложилось мы были в больнице на захар провел там немножко времени на его уже выписали сегодня ему чуть легче еще больно но от наркоза он отошел гораздо быстрее чем я это радует все таки молодой организм и все будет хорошо нужно следить за реабилитацией чтобы не пришлось не дай бог делать это все повторно вот так что вот эту неделю я провела в режиме мама потому что одного нужно было там спасать от ангины второго готовить к операции быть с ним мы с папой поддержали все хорошо но я тоже успела насладиться временем таким знаете беззаботным потому что все таки моя социальная жизнь не сводится только кроли мамы и мне тоже важно побыть и женой и подругой и дочкой и сестрой и для всего как бы иметь время и силы будучи в варшаве мы с настей набрели на магазин с потрясающими елочными игрушками ручной работы там уже была представлена пасхальная коллекция я хотела купить что-то такого местного производства или ну хотя бы обязательно хендмейт и мне было абсолютно не жалко я каждый год покупаю такие веточки вербы я не знаю как это называется у вас украине всегда говорили верба и также котики ну то есть вот эти пушистые веточки мне нравится чем-то украшать и как-то комбинировать их с другими цветами в общем у нас с вами скоро будет пасхальная тема и пасха у нас в этом году в конце марта так вот это самая дорогая яичная скорлупа в моей жизни каждое яичко стоит около 10 евро и это такое матовое белое еще расписано чем-то и полностью ажурно очень красивая и я буду доставать их теперь каждый год вторая уже перламутровая только посмотрите так аккуратно сделано тоже чем-то белым расписано такое объемное получается и с дырочками ажурная и еще два вот таких белозолотых матовых и также ажурных очень красиво главное не разбить остальные вновки я буду вам показывать как-то дальше в влоге потому что сейчас мне нужно сделать куриный бульон для пациентов потому что они капризничают и ничего кроме этого есть не хотят а я сегодня хотела бы еще сделать разбор своего зимнего гардероба избавиться от того что я не носила завтра мы как раз едем в нашу любимую семью у них там много детей и девочек которые по размеру такие же там плюс-минус как я и они всегда очень радуются когда я делюсь своими вещами и и так же я записалась на интенсив по стилю это будет разбор капсулы весенней капсулы поэтому надеюсь что будет очень интересно и также как-то результативно я потом когда соберу свой весенний гардероб то обязательно сниму для вас видео и с новинками в том числе потому что меня это немножко понесло мне захотелось заказать что-то новое и вообще как то так я всегда воодушевлена в преддверии нового сезона у нас уже утро следующего дня и сейчас хотела бы показать вам свой новый уход который я заказала еще в феврале и я являюсь огромной поклонницей корейского ухода вы прекрасно об этом знаете очень долго я использовала одно и тоже и в феврале я решила потихоньку отказываться от ретиноида и я подумала что это тоже хорошее время чтобы вообще попробовать совершенно новый уход и конечно же я начала изучать корейскую косметику и я настолько погрузилась в эту тему я начала смотреть вообще читать о том чем пользуются кореянки и сейчас покажу вам то чего еще у меня на канале никогда не было и о чем мало кто еще говорит подождите не так часто говорят у нас но в корее это настолько хитовое средство и даже на англоязычном youtube все восхищаются ими я сейчас не буду делать прям такие подробные обзоры у меня очень много косметики я закупилась про запас я обязательно буду все это подробно разбирать и весной и летом я вообще так конкретно знаете закупилась и первый бренд который привлек мое внимание это сели макс как видите я уже так изрядно попользовалась всеми этими баночками с приогромным удовольствием и вообще не только сели макс заказывала где это все нашла многое из того что у меня сейчас у нас или недоступно или распродано или сильно завышенной цены я заказывала все на джуме я говорила вам о том что совершенно случайно его вообще обнаружила что там есть доставка из корей и косметики в частности и я как ваш главный подопытный кролик сделала несколько разных заказов и проверила насколько быстро это все доставляется я хочу сакцентировать ваше внимание на том что там представлены оригиналы и каждый товар который прошел аутентификацию он имеет такой специальный значок оставлю вам здесь как это выглядит и в подлинности этих товаров вы можете не сомневаться я заказывала я проверила сегодня получила еще несколько заказов покажу как это запаковано и я не получала из джума какой-то товар на обзор я действительно это приобретала сама когда я оформляла заказ там было указано что доставка будет в течение 30 а то и 45 дней но по факту ко мне это пришло большая часть через две недели и вот сейчас потихоньку доезжает уже практически спустя три недели сейчас на джуме как раз 4 по 10 марта проходит их первая весенняя распродажа под названием волшебство скидок и в их приложении вы можете прокрутить колесо удачи и выиграть какой-то купон на скидку помимо этого у вас будет еще промокод который джум любезно предоставили для моих зрителей звучит он ося 10 и он дает скидку в размере 10 процентов на всю корейскую косметику помимо того что там и так выгодные цены быстрая доставка вы еще и можете хорошо сэкономить и эта скидка распространяется как я сказала только на корейскую косметику но в акции волшебство скидок у меня участвуют абсолютно разные товары коих на джуме огромное количество я как человек скидка конечно тоже воспользовалась актуальными во время моего заказа акциями это действительно работает поэтому получилось еще и дешевле и также я оставлю вам в инфобоксе ссылку на магазин корейской косметики happy career cosmetics там я заказывала больше всего и этот продавец отправляет очень быстро это отмечаю не только я как покупатель но и другие покупатели можете почитать отзывы так что если хочется побыстрее получить свои покупки то можете заглядывать в принципе на джуме и в особенности вот этому продавцу возвращаемся бренду сели макс это тот бренд о котором мне хотелось бы подробнее вам рассказать потому что он супер интересен начнем наверно с лаконичного дизайна который так красиво выглядит этим приятно пользоваться но самое главное это то что находится внутри у них чистые безопасные составы и у них есть несколько линеек это вообще тот бренд который создается как будто совместно с потребителями узнавая их потребности они разрабатывают очень долго и щепетильно формулу каждого средства и они влюбляют в себя настолько покупателей что многие из них как например вот это абсолютно хитовая сыворотка доступна еще и в макси форматах сейчас у меня в руках линейка с нони это такое супер фуда которым я знаю уже лет 15 и у него просто огромный спектр действия но что касается сыворотки вот этой зелененькой это ее натуральный цвет между прочим здесь его аж семьдесят два процента вот этого экстракта но не и у меня здесь сыворотка крем для лица и крем под глаза это та косметика которая как бы не творит чудес но она решает ежедневные какие-то проблемы и закрывает потребности нашей кожи вот эта линейка отменно подойдет тем у кого раздраженная кожа которая нуждается в увлажнении если у вас например акне то это тоже так хорошо напитывает кожу помимо этого успокаивает всякие воспаления и сыворотка очень приятная вообще все текстуры у вас или макс они настолько хорошо растворяются на нашей коже на это еще и классно наносится косметика но вот после первого использования на ночь я заметила что какие-то покраснения уходят что в принципе кожа не сухая я ненавижу межсезонье я очень плохо это все переживаю у меня обостряется нейродермит и всякое такое поэтому я максимально осторожна тут все прошло супер гладкой только с максимально хорошими эффектами и все вот это хорошо также подойдет и обладателям жирной комбинированной кожи они только склонны к сухости у меня конечно гораздо больше средств от бренда с или макс и не зря они завоевали столько наград еще одна линейка заслуживающая вашего внимания от с или макс я готова бесконечно разговаривать об этом бренде это в таком сером оформлении которая восстанавливает защитные барьеры с двойной мощностью в креме здесь комплекс церамидов и также просто гениальное средство это тонер и крем два в одном он чуть более густой чем обычный тоник и если у вас например жирная комбинированная кожа то вы можете им пользоваться даже в теплое время года в качестве единственного средства который заменит вам и тоник и крем очень классные и текстуры я вам говорю это все распределяется настолько приятно крем чуть ощущается на лице после нанесения все это настолько удобно девочки и на утро ты просыпаешься у тебя такая гладенькая очень приятная кожа и он обещает давать увлажнение на 72 часа и что-то в этом есть потому что при нанесении на ночь у тебя вот нет такого ощущения стянутости даже на утро когда ты умоешься конечно же я не могла не заказать средства от бренда ануа взяла их тоник для начала и я должна признаться что сейчас в переходной вот этот период да мне его недостаточно мне необходимо больше увлажнения но когда станет жарко то я думаю что мы подружимся в целом неплохо но у меня кожа склонна к сухости еще и к разным там воспалениям и так далее и я взяла сыворотку с неоцинамидом с персиковым экстрактом но это не просто какая-то выжимка из персика вот этот экстракт персика поддается ферментации это их запатентованная вроде как формула и благодаря именно вот этому процессу ферментации получается определенная форма неоцинамида которая хорошо сказывается на например проблемной коже если есть какие-то постакне эта сыворотка тоже дает увлажнение на мне она не делает эффект глаз скин больше я бы сказала это делает целимакс то есть для комбинированной опять же жирной кожи и для тех у кого какая-то там микс или же нормальная но склонная к воспалениям если есть постакне это все хорошо заживает она становится менее чувствительной и сыворотка очень приятная но мое лицо с ней аж так сильно не блестит вот когда знаете переливается вот такой влагой мое лицо все это съедает но я думаю что я поработаю над защитным барьером и в комплексе это все будет работать пока что нет новых воспалений самое главное что несмотря на то что я не использую ретиноид свой да вообще никакого ретинола никаких кислот у меня в уходе сейчас нет помимо того что я заказывала и но это совсем чуть-чуть нет вот этих вот знаете таких подкожных воспалений забитых пор от которых я не могу избавиться иногда что-то появится там перед днями да а так все окей по-быстрому пройдемся есть у меня два солнцезащитных крема я очень долго использовала бьюти вов часовный он действительно хорош у меня ушло наверное где-то три упаковки с прошлого года и мне давно было интересно попробовать бренд skin 1004 или не знаю 1004 как он правильно называется и обратите внимание на то что здесь вот такая наклейка которая тоже подтверждает подлинность бренда и товара в целом быстро впитывается нет никакой отдушки нанесла как будто вот знаете кремовая водичка можно так сказать еще взяла больше на лето наверное вот такую увлажняющую сыворотку от бренда to ridden я надеюсь что я правильно это произношу вот так она выглядит это сыворотка с гиалуроновой кислотой у них еще есть крем и говорят что в сочетании вот сыворотка крем to ridden да это тоже хиты в корее и они дают эффект вот такой сияющий супер увлажнен увлажненная кожа на конечно же по ощущениям это тоже все как надо помимо этого у меня еще есть педы причем вот эти от сали макс я успела попробовать они с центеллой и с салициловой кислотой но пользовалась только один раз и у них есть еще одни педы с салициловой кислотой на которые там знаю 18 тысяч отзывов что-то такое очень многим они помогли справиться с акне но у меня с еще из центелла азиатской которые хорошо которая хорошо успокаивает кожу очень серьезная упаковка я шокирована там были разные но я взяла себе педы от меди хилл с ретинолом и коллагеном которыми можно пользоваться как утром так и вечером я наверное вечером попробую ничего себе да как приходят запакованные товары вот в такие картонные упаковки это увлажняющий крем как раз видите будет у меня в комплекте от ridden такой же как сыворотка просто заказывала у разных продавцов и еще в подарок мне положили увлажняющую маску с гиалуроновой кислотой вот такие у меня уходовые новинки на этот сезон хотя я заказывала еще декоративную косметику и это все я буду обозревать оставляю вам ссылки название и об этом мы с вами будем говорить я уверена что многое из этого мне понравится потому что я супер щепетильно все выбирала и теперь вы знаете где тоже можно заказать по выгодным ценам и с нормальной доставкой абсолютно все что хотите на джуме и с советую вам это сделать еще и во время скидок чтобы не переплачивать раз у нас с вами тут такая косметическая тематика не могу вам не показать косметички от украинского бренда пухури они настолько позитивные и они такие вместительные здесь еще много свободного места мягчайшие и они доступны к заказу не только в но также сейчас представлены в европе сюда можно сложить просто все что вам нужно они есть в разных размерах смотрите как застегивается все и это большой размер вы сами можете выбрать какой будет вверх и какой будет подкладка у меня вот такая веселая позитивная клубничная я захотела беленькую думала что будет только одна спасибо большое ксении которая со мной связывалась вот пухури и вот это поменьше хотя поменьше это очень относительно потому что это очень очень удобный размер куда можно сложить буквально все необходимое смотрите сколько всего класс тоже оставлю вам контакты с удовольствием поддерживал украинские бренды которые со мной связываются еще в комплект ко всему девочки подарили мне вот такую косметичку органайзер чехол для дайсона теперь буду ездить в поездке с вот таким классным комплектом девочки конечно решили меня побаловать и подарили мне еще и вот такую розовую и здесь подкладка в цветочки уже не белая есть вообще абсолютно разные можете посмотреть класс и вот такая маленькая сердечки я же вам говорила что у нас подготовка к весне уже началась мы два раза в год вызываем садовников чтобы они так конкретно все расчистили пилами это то чего мы сами сделать не можем у нас просто-напросто нет таких инструментов вот это дерево очень сильно разрастается и поэтому мы его периодически так знаете срезаем ну не мы а компания а еще нам полностью посрезали наши травы вот эта штука больше чем я в раза в два наверное я бы сама этого однозначно не сделала тут были мисканты или мискантусы они как-то вот так называются наши пушистые травы они потом отрастут за целое лето пересмотрела эти вещи которые не надевала проанализировала почему и их лучше отдать в добрые руки и пусть они еще порадуют кого-то другого а я сейчас буду убирать какие-то знаете прямо сезонные сезонные свитеры и кстати у меня не так много но их я уже точно не буду надевать сейчас и самые теплые тоже уберу наверх у меня там стоит лестница без лестницы мне не обойтись еще такой из зары с пушистыми рукавами мне кажется что он такой праздничный но все равно моей любимой цветовой гамме что я буду отдавать это ни в коем случае не те вещи которые износились там закатались как-то вытянулись с пятнами ни в коем случае это отправляется на переработку дарю я то что не надеваю так часто как следовало бы и раньше у меня была такая тема во первых я очень много получала на обзор или на рекламу от брендов а во-вторых но этого было и так слишком много ни один человек не в состоянии столько носить постоянно это раз а во вторых даже когда что-то покупала мне казалось о классно вот этот свитер подходит к этим брюкам но об остальных комбинациях я не думала и сейчас если с какой-то вещью я не могу составить хотя бы несколько нарядов разных то я ее просто не беру иногда заказываю что-то покручу дома там попробую если хотя бы не несколько комбинаций которые еще как-то могу менять да то нет я теперь такое не складирую и у меня достаточно много базы но например вот этот свитер который я держу в руках он очень классный он базовый он еще и с очень хорошим составом здесь по моему я шерсть он теплый ему года три наверно и он не скатался все с ним хорошо этот present simple когда-то они мне прислали вещи в качестве подарка и как раз такая расцветка знаете на весной на лето огонь но у меня есть более удачный вариант хоть и худший по качеству от зары и там прямой крой а здесь спереди карманы что лично мне не очень идет ну то есть как бы хорошо но есть варианты более удачные вот об этом я и он еще когда застегиваешься то внизу он с такой типа как не тугой резинкой но все равно создается вот такое как бы впечатление яблочко на ножках именно моем случае и зара он прямой в полоску сейчас вот об этом кардигане идет речь и сейчас или в заре есть такое же или в каком-нибудь резерт это стандартная коллекция и они похожи по качеству этот реально лучше так что мне остается зара а в подарок что там что реально будет служить веками еще один уникальный свитер у меня все не поднималась рука его даже кому-то подарить это мне связала моя зрительница из одессы лиза она вообще вяжет под заказ и только посмотрите какая здесь необычная вязка и цвет здесь супер но я вот надеваю его два раза в сезон возможно а в этом году я не надела его ни разу не потому что он некрасивый он еще и теплый есть есть такой объемный рукав но свитер просто сказка только мне нужно настроение для чего-то такого знаете чего-то такого необычного возможно хотя мне очень жалко с ним прощаться просто-напросто я понимаю что он лежит занимает у меня место а кто-то мог бы носить его с большим удовольствием тем более там столько девочек даже не то что с большим удовольствием он мне очень нравится но не так часто это для меня главный показатель как-то очень давно на скидках купила себе вот такой жакет из zara и он без бортиков на одну пуговицу он приталенный такой немножко удлиненный и цвет здесь тауповый да мой любимый я надевала его опять же висит конечно он там в хорошем состоянии все с ним окей и он недавно был тоже химчистки осенью его отвозила и не надела ни разу больше все таки мне по душе обычные жакеты поэтому пусть девочки тоже модничают классный по качеству кардиган из aliexpress ярко-розового цвета вот тоже думала может оставить на весну но он хороший девочки здесь пуговицы такие пластиковые и вы часто меня ругаете за какую-то такую скудную цветовую палитру что у меня нет ничего яркого я стараюсь исправиться но все равно это вот за сезон несколько раз потом я выбираю что-то такое в цветах земли хоть это тоже цвет такой который встречается в природе ну не знаю наверное все-таки отдам платье из h&m шерстяное если помните оно было у многих в такие ромбы многие за ним тогда гонялись надевала его когда она у меня появилась еще пару лет носила а потом забыла не не знаю хотя цвета тоже удачная у меня есть без вот этих ромбиков и возможно она просто уже знаете надоело мне и хочется чего-то другого хотя платье классное это massimo dutti с такой необычной горловиной и здесь тоже классный состав был знаете что вот такие вот всякие тоненькие свитера он еще и спереди укороченная сзади удлиненная я постараюсь отыскать какие-то фотографии если они есть тем что я здесь показываю но я поняла что вот такой тонкий трикотаж не смотрится на мне выигрышно он делает меня визуально как будто толще ну то есть мне нужно выбирать какую-то более плотную вязку не надевала свитер уже года два поэтому чао какао без понятия кто это и когда мне подарил жакет еще с этикеткой полосочку такой светло-серый умеет серые жакеты поэтому я поделюсь база тоже не вечно поэтому несколько базовых свитеров отправляется на переработку я вам и говорила потому что им уже не поможет там знаете типа их побрить еще чего-то это уже просто невозможно носить просто прошедшие огонь и воду и медные трубы платье которые я надевала наверное всего лишь раз хотя она с шерстью из h&m и даже такое бежевая как я люблю и даже длинная и сзади с разрезом я вам никогда в нем не показывалась потому что она на меня сверху велико а внизу мне кажется что она меня увеличивают в общем я смотрю на себя и понимаю что я себе не нравлюсь и почему так вышло что я вообще его купила потому что я заказала эта посылка лежала 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 и потом ее тома куда-то закинула я вообще не знала ее существование потом надела думаю ну ладно уже не могу вернуть оставлю сейчас стараюсь за этим следить и кстати когда заказываешь что-то в h&m онлайн то у тебя аж целых 100 дней на возврат и я вот ни разу не надела такое светлое платье с шелком и шерстью потому что ну как-то было прохладно и не было у меня тоже настроение его надевать я не снимала этикетку только в примерке показала и тоже решила его вернуть может будет со скидкой и куплю снова потому что она не было супер дешевым да и вообще зачем оставлять то в чем ты не уверен правда супер крутые брюки вот знаете казалось бы тоже база это манго но сейчас они на меня широковаты в талии мне хотелось бы чтобы они были длиннее я как-то начала их мерять со своей обуви и понимаю что несмотря на то что это база все равно она меняется и какие-то знаете основные вещи они морально устаревают и где-то длина не такая где-то фасон более оверсайз или приталенный или укороченный но в общем вариаций базы есть очень много и сейчас у меня есть кстати похожие только более песочные здесь цвет был выигрышным ну что же ничего и ткань здесь вот материал такой прям очень приятные на ощупь я думаю что девчонкам они тоже понравятся такие модненькие и и даже те же белые ботинки альту которые у меня были на фотографии в этих брюках то они были на такой подошве не настолько массивные как сейчас моих я их тоже убила за несколько лет и в прошлом году обновила белые ботинки и теперь из-за более высокой подошвы мне не хватает длинный брюк очень ведь им такие детали на которые тоже стараюсь обращать внимание по хорошему конечно нужно было бы разобрать сразу и весенние вещи но пока что я боюсь что холода могут к нам вернуться и придется мне снова прятать все на теплое время года и потом доставать теплые свитеры поэтому я так знаете потихоньку постепенно перехожу в новый сезон здаясь что потрібно дуже багато зусиль и грошей виділити на таке повне наповнение нового гардероба но насправді мы недооцениваем иснуючий гардероб тому будем сьогодні про це говорите есть семь основных кроков и давайте мы по чертям будем проходить знайомтесь с собой и расписывайтесь по цих пунктах також важливо дослідить свой лифт стайл и тут при те что вы малюете коло и распределяете я впевнена что вы уже бачили таки завданя аллах стартуем буквально через полчаса я сама покупала этот инфопродукт как бы не относились к вот этому роду информации которую преподносят многие специалисты я хочу вам сказать что я как-то редко рассказываю о том какие курсы я сама прохожу как блогер в частности их не продаю но периодически покупала особенно вот если я вижу что мне нравится что создает человек да я готова заплатить ему за его знания и в прошлом году я проходила курс по видеосъемке но как бы 80 процентов из того о чем говорилось я и так знала там много внимания было посвящено именно предметной съемки что для меня наверное не совсем актуально но для общего развития очень даже полезно меня больше интересовал блог про освещение и мне казалось что я слишком много времени посвящаю даже 15-секундные съемки рилз иногда это занимает несколько часов особенно если ты снимаешь там какие-то обзоры средств в ютюбе то это вообще может растянуться на целый день потому что тут нужно и рассказать и показать вблизи и я ждала когда мне как бы продадут вот эту волшебную пилюлю как же бороться с искусственным освещением и но когда я услышала что самое лучшее это естественный свет лучше всего снимать солнечный день а как бы здравствуйте в кракове 9 месяцев просто серость и солнце крайне редко к счастью в последнее время солнышко нас радует но действительно девушка у которой я проходила курс она делает очень красивое видео если это для какого-то инста бутика или вообще в принципе для какой-то странички бренда чтобы продемонстрировать сам продукт в макросъемке это феноменально это очень красиво там был блог и про съемку себя и так далее про монтаж тоже было очень классно вообще я не жалею что я проходила те инфопродукты которые проходила вот также я брала небольшой такой курс по алгоритмам инстаграма и у меня другая проблема потому что были другие хлопоты которыми я занималась и как только я закончила вот этот небольшой курс я сняла буквально несколько рилс и вынуждена была заниматься своим здоровьем и другими какими-то проблемами но это действительно работает вот если глянуть даже на мою страничку и вижу что тирилл из которые я снимала по рекомендациям блогера но она больше как эксперт наверное пурился то полька у меня один рилс на четыреста пятьдесят тысяч второй на пятьсот девяносто и триста шестьдесят четыре в принципе как бы статистика у меня хорошая и я вижу как попасть даже к той новой аудитории да не только кто и которая меня смотрит постоянно вот помимо этого я проходила там и курсы по уходу и по макияжу и сейчас вот про стиль для чего я это делаю я очень люблю как-то так знаете прокачивать свои скиллы и смотреть на то что я делаю с разных углов и я это делаю не только как блогер но и как девушка потому что меня это все увлекает мне это интересует и почему бы и нет это не совсем получение новых каких-то знаний вот именно в профессиональном смысле хотя про курс о стиле я тоже думаю не для того чтобы стать стилистом а чтобы как-то глубже это все понимать и более осознанно подходить вообще и к подбору каких-то вещей и аксессуаров к своему образу и понимать что мне больше идет потому что когда я смотрю на себя вот например я надеваю казалось бы похожие вещи но это и разная посадка и разная ткань и разная длина и в похожих вещах я выгляжу совершенно по-разному где-то я могу укоротить свой невысокий рост и визуально добавить себе килограммов и а иногда могу настолько сильно себя вытянуть что я окажусь гораздо выше чем метр шестьдесят четыре в общем это все круто классно и и я думаю о том чтобы начать еще и курс по стилю чисто для себя хотя это конечно же отображается и на том что я делаю хотя глядя на картинку сейчас девочки настолько замучена я вот эту последнюю неделю но это скорее знаете психологическая и физическая усталость со мной все нормально завтра иду на обследование но это чисто я готовлюсь там по ходу к эндокринологу к дерматологу и так далее просто нам как-то доктора сказали что касается старшего что это такая мелочная операция что он быстро восстановится все хорошо но никто нам не говорил что будет настолько жесткая болезненная реабилитация вот эти вот все перевязки и ночью ты тоже плохо спишется этого и у тебя просто разрывается сердце от того что ты не можешь помочь своему ребенку вот только ты можешь оказать ему какую-то психологическую поддержку разговаривать с ним ну ты не можешь с ним разделить именно физическую боль и когда он так сильно кричит и так сильно плачет при том что он большой он понимает что происходит на ему настолько больно я как мама я не могу это выдержать и плакала с ним и и и смеялась с ними обнимала и говорю и сжимаемые руки и солнышко там держись я с тобой и рассказывала как у меня это было это настолько девочки сложно вот это когда даже не столько твой ребенок вообще близкий тебе человек тут иногда за чужих у тебя сердце йокает а когда это вот твой родной человечек и он настолько сильно страдает это не передать никакими словами это вот просто ты каждой клеточкой ощущаешь его больно ему как мне кажется легче это то не становится хотя он потом говорит спасибо что вы были со мной на меня это так важно я говорю ну а как по-другому ты себе представляешь что мама махнет рукой там или папа справишься сам нет и не так как говорили доктора два дня все пройдет уже блин почти неделя мы в полном афиге при том что томок очень многое способен пережить и он как-то такой вот знаете никогда не показывает что ему сложно тут он говорит я охренел ну типа ничего это время на все пройдет к своей реабилитации именно так и подходило что это не навсегда вот есть проблема ее нужно решить перетерпи все будет окей ты нормально себя чувствуешь как после такого хирургического вмешательства и я сама как бы не ныла там проходила через это сложно несложно просто надо сделать да тут ребенок и еще и гнат до сих пор на антибиотиках и знаете такой период блогеры очень часто рассказывают только о хорошем показывают феерическую картинку как все прекрасно и замечательно ты потом смотришь и думаешь в моей жизни все вообще не так все грустно печально и вообще когда уже можно будет просто жить и наслаждаться но никто не обещал что жизнь будет настолько простой и ты сидишь и думаешь когда это закончится поэтому девочки крепимся все будет хорошо но обязательно когда-то все устаканится если у вас тоже так вот были в отпуске все чудесно порыхаешь светишься вообще потом приезжаешь домой он все падает на тебя это такой куда бежать что делать вот но тем не менее во всем этом хаосе я все равно нахожу время видите и на интенсив по стилю и я думаю что я все таки куплю вот этот курс по стилю такой более основательной и чтобы не было даже если астероид будет лететь в нашу сторону я все равно его блин пройду потому что вот так можно всю жизнь все откладывать то что тебе интересно и никогда не реализовать так что девочки не откладывайте себя свои желания даже в те моменты когда казалось бы ну вообще никак ну вообще нет на это времени не до этого я настолько вот после вчерашнего вот этого интенсива двухчасового мне настолько было знаете кайфово как будто вообще все проблемы отошли на другую какую-то ступеньку и я очень сильно отвлеклась и как бы это не повлияло на то как я одеваюсь главное что я получила колоссальное удовольствие от самого процесса если сейчас у меня нет времени полностью разобрать свой гардероб с нуля и создать вот эту капсулу все расставить по картинкам я обязательно это сделаю и самое наверное кайфовое ощущение того что ты находишь время на себя и на то что тебе по-настоящему интересно пока томок снова в больнице с захаром я думаю буду потихоньку заканчивать этот влог поставьте пожалуйста пальчик вверх если вам сегодня со мной было интересно мне будет приятно ваша поддержка надеюсь следующий влог будет более интересным и таким насыщенным а не разговорным несколько моих покупок тоже из Варшавы Uniqlo уже будет видео об одежде мы с Настей посетили магазин с керамикой но там еще и есть отдел где всякие чаи и товары вообще из разных стран и томок был в Марокко а чай привезла я но он возвращался только с ручной кладью поэтому у нас мятный чай из Марокко купленный в Польше там же я постараюсь откопать адрес этого магазина и оставить вам в инфобоксе тоже я купила хлопья красного перца они остренькие и я их обожаю посыпаю авокадо добавляю в разные маринады и вообще это классная приправа для тех кто любит остренькое мы с Настей были еще на этом экобазаре помните я немножечко там снимала и там продавались бальзамические кремы это бальзамические кремы с манго я уже жалею что я взяла только 200 миллилитров вот видите манго написано это просто гениальный соус для салата с креветкой даже для курицы в общем я буду экспериментировать это кисло-сладко-острая тема прям мое-мое когда мне хочется чего-то сладкого половину мы уже конечно съели вот эти финики мы покупали в магазине там где керамика и чаи они не совсем засохшие такие сочные супер сладкие и вкусные и на экобазаре я приобретала вишню в темном шоколаде это было настолько вкусно что мы уже смолотили все а это кешью в сыром какао черном шоколаде господи вот это тоже наркотик настоящий это вот орешки в шоколаде дети не успели еще распечатать отвезу Захару и чаи-чаи обычные с бергамотом черный и всякие вкусные мы с Настей тоже пили будучи вместе у нее в гостях и вообще очень вкусные чаи обожаю ну а теперь девочки пока-пока пожелайте мне сил и немножечко нам всем удачи здоровья увидимся совсем скоро пока-пока